Приветствую на канале Девайс, в этом выпуске я расскажу о лучших беспроводных клавиатурах в 2024 году. На первое место сегодняшнего топа я поставил оптимальную по цене и качеству механику K-Kron K8 стоимостью порядка 8100 рублей за модель с коричневыми тактильными свечами Gateron и настраиваемой белой подсветкой клавиш. K8 компактная и удобная клава TKL 80% с раскладкой ANSI, то есть интер у нее одноэтажный и оба шифта длинные. Коричневые свечи считаются самым сбалансированным вариантом, одинаково хорошо подходящим как для гейминга, так и для набора текста и всего остального. Синие переключатели больше подходят для тех пользователей, у которых комп в первую очередь играет роль печатной машинки и звучать должен соответствующе. Красные свечи выбор фанатов динамичных игр. Кстати, K8 можно взять с любым типом переключателей. И с RGB подсветкой с 15 режимами тоже можно. И вообще без подсветки. А теперь начну хвалить K8, зря я что-ли ее на первое место поставил. Итак, поехали. Момент номер один. Эта клава может подключаться как по USB, так и через Bluetooth 5.1. Однозначно плюс. Момент номер два. K8 одно из немногих устройств ввода, укомплектованных дополнительными кейкапами для мака. Тоже плюс, хоть большинству пользователей и не нужны. Момент номер три. Может подключаться одновременно к трем устройствам. Преимущество, прямо скажем, типовое, но в плюс его я тоже запишу. Для количества. Что еще? А еще девайс полностью совместим не только с Windows, но и с macOS, Linux, iOS и Android. А еще hotswap поддерживается, горячая замена. А еще? Ладно, хватит пока. В общем, отличная механика за свои деньги, не зря я ее на первое место определил. Подпишись на канал, поставь лайк под видео, если интересуешься компьютерным железом. Делись своим мнением и задавай вопросы в комментах. Второе место досталось лучшей мембранной клавиатуре сегодняшнего топа MX KSS от Logitech с ценой около 13 тысяч рублей. MX KSS – модель ножничного типа, полноразмерная, со 109 клавишами, с раскладкой ANSI, с одноэтажным интером. Подключается по Bluetooth и радиоканалу. Оснащается очень долгоиграющей батареей. Говорят, при отключенной подсветке может протянуть на одном заряде до пяти месяцев. Лично я это утверждение не проверял как-нибудь в следующий раз. Что еще? Насколько мне известно, MX KSS нам приезжает только с английской раскладкой. Русские буковки и циферки наносят лазерной гравировкой здесь, на месте. Кстати, клавиатуру только с английской раскладкой можно найти на пару тысяч дешевле. Если без промаха бьешь по кнопкам, даже с завязанными глазами, то почему бы и не сэкономить? Ну или наклейки можно налепить, а не копейки стоят. Едем дальше. Девайс от Logitech комплектуется USB-приемником и USB-шнурком. Есть датчик приближения рук, работающий в паре с интеллектуальной подсветкой. Клаве можно одновременно подключить до трех устройств, переключение между которыми осуществляется легким движением руки одной кнопкой. В общем, отличная клавиатура с мягким ходом клавиш и продуманной эргономикой. И довольно увесистая, по столу New Yorkside. И автономность на уровне, и все остальное. Если есть что сказать, добро пожаловать в комментарии, задавай вопросы, делись своим мнением, общайся с другими пользователями. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал, если интересуешься компьютерным железом. На третьей позиции рейтинга обосновалась ножничная мембранная клавиатура Xiaomi Mi Dual Mode. Ее можно купить примерно за 2000 рублей. Буду считать эту модель лучшим бюджетным вариантом в сегодняшней подборке. Клава от Xiaomi более компактная и легкая, чем Logitech со второго места. Бывает черный, желтый и синий. Питается батарейкой AA. Подключается к другим устройствам по Bluetooth 5.0. В целом эта модель чуть ли не один в один дублирует клавиатуру ноутбука Xiaomi. Что, впрочем, ни разу не удивительно. Да, клава только с английской раскладкой, как и Logitech. Способы решения проблемы те же, либо лепить наклейки, либо учиться бить по клавишам вслепую. Загляни на мой телеграм-канал, там ты найдешь обзоры, сравнения и рейтинги железа. А еще уникальные промокоды для выгодных покупок. Ссылку на канал ты найдешь в описании под видео. Подписывайся! Четвертое место рейтинга досталось еще одной модели K-Kron K10 Pro. Она еще лучше, чем K8 с первой позиции, но и стоит дороже около 11 тысяч рублей. Интерфейсы подключения у этой клавы такие же USB и Bluetooth 5.1. Свитчи получше фирменные K-Kron K Pro. Цвет на выбор, а еще K10 полноформатная и более солидная клавиатура. И весит вдвое больше почти полтора килограмма. И режимов подсветки больше целых 22. Что еще? Пресеты подсветки меняются за полсекунды специальной клавишей. По сравнению с K8 улучшена износостойкость кейкапов. Из коробки клава идет с фабричной силиконовой шумкой. Что еще? Ход свап поддерживается. В QMK VIA программируется, с мобильными операционными системами дружит. Да, цену K10 низкой не назовешь, но это одна из лучших механических клавиатур за свои деньги на российском рынке. На пятое место топа я определил еще одну мембранную клаву от Logitech, модель MX Case Mini Pale стоимостью порядка 8 тысяч рублей. Как понятно по названию и цене, эта штука младшая сестренка MX KSS со второй позиции рейтинга. Эта клава более компактная и легкая, и она не полноразмерная, а 65% с 80 клавишами. Беспроводные подключения те же, та же навязчивая настраиваемая белая подсветка. Автономность тоже примерно на одном уровне, если верить производителю. Юзается приятно, смотрится симпатично, заряжается через USB. А да, еще есть парочка отличий от полноразмерной версии. У мини раскладка не ANSI, а ISO, 1. И металлического основания нет, корпус полностью изготовлен из пластика, это 2. На шестое место рейтинга я определил полноразмерную 96% мембранную модель F-Steller FBK25 от AFOTEC. В магазинах эту клаву можно найти по цене в районе 2700 рублей. Комплектуется USB-приемником, батарейками AA и сменными панельками разных цветов. Из особенностей отмечу возможность подключения до четырех устройств по радиоканалу и Bluetooth, а также удобную встроенную подставку для смартфона. В общем, F-Steller от AFOTEC удобная, компактная и симпатичная низкопрофильная клавиатура с очень тихими клавишами. Серьезных недостатков пока не обнаружено. И последнее, седьмое место сегодняшнего рейтинга досталось еще более бюджетной клавиатуре Gamebird KBW3. Купить ее можно примерно за 1300 рублей. Клавиатура ножничная, мембранная, без подсветки, полноразмерная. Комплектуется батарейками AAA и USB-приемником. Дизайн лаконичный, клавиши тихие и с плавным ходом. Подключается к другим устройствам только по радиоканалу на 2,4 ГГц. Автономность приличная, сборка качественная. Встроенного аккумулятора нет, работает только на батарейках. В целом отличная клавиатура для своего ценового сегмента, но в минусы можно записать не самое типовое расположение дополнительных клавиш. Пока приноровишься, 100-500 раз случайно запустишь калькулятор и браузер. Еще одним минусом можно посчитать отсутствие отсека для хранения USB-приемника. Изначально он просто прилеплен к клаве скотчем. Не то, что прям серьезный недостаток, но все-таки. На этом мой рейтинг лучших беспроводных клавиатур подходит к концу. Еще раз отмечу, что ссылки на все клавы из этого топа ты найдешь в описании под видео. Подписывайся на канал Девайс, ставь лайк на этот выпуск, если он был тебе интересен. Задавай вопросы и высказывай свои соображения в комментариях. И не забудь заглянуть в телегу, там тебя ждут скидочные промокоды для выгодных покупок. До встречи!